Доброго времени суток! 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 потом еще и онлайн-турик скатать после ланов. Все-таки на ланах ребята устают в разы больше, и после этого требуется хоть какая-то передышка. Смотря опять же, какой лан. Все мы знаем, лан ламповый, скажем так, в Америке проходящий. Ну ты про саммит, естественно. Конечно же, да-да-да. Ну там, знаешь, там еще нужно как-то попытаться собраться, чтобы еще хоть немного сыграть эту самую игру. Ну и пудж в пике. В пик, что вы делаете, ребята, с самого начала? Ну какая стратегия? Станкинтавра, хук. Ну да, касочку кинул, хук полетел и все. Скушал. Ну все, на этом заканчивается ваша комбинация, что делать дальше? Не, на самом деле, Паджик сейчас такой персонаж, которого очень часто пикают. Вот буквально вчера команда Digital Chaos играли против команды Wings, и они побеждали что-то из разряда 20 тысяч, и камбэк был за счет пуджа. То есть Паджик захлукал топового героя на карты с большим Нетферсом, они его убили, и пошел камбэк. Ну пудж — это очень вариативный герой. Собственно, как не меняется мета, как не меняются текущие, скажем так, патчи, он всегда актуален в руках, скажем так, хорошего исполнителя. Элементарно, естественно, за счет своего основного спыла. Слишком много комбинаций можно разрушить и создать благодаря этому с пылу. Видели мы, в принципе, это на Эллиминашн-моде, где Пудж очень часто останавливал атаку своих тиммейтов на базу противника, когда кто-нибудь блинкается на вражескую базу, говорит, «Эх, сейчас развалюй Пудж», говорит, «Нет, нет, ты поторопился, давай еще немножко подождем», и утаскивает обратно на лоу-граунд. Были такие моменты, но так или иначе, это интересно. С Пуджом всегда прекрасные игры, но и появляется Вингау. Вингау в ответ хоть какой-то там контроль еще и подцепить они смогут. А вот ход сиксы усиливаются с Ларком, и пока довольно внушительно смотрится их пик. Да, пока что все персонажи могут как-то добегать до Лондроида, и одного подсейва от Винги не хватает. То есть вряд ли тут еще какой-то саппорт появится на сейв. Здесь я вижу для Гигфэм персонажа в виде инвокера, то есть как бы обладающий и магическим дэмэджем, и физическим, и как бы может, если что, подпушить. Ну тут, скажем так, Earth Spirit еще, если что, может выступить не то, что в роли какого-то сейвера, контр-инициатора, что ли, который может неплохо вкатиться, дать там сайленс элементарный, ультимейт, если там уже на то будут причины, и попытаться таким образом отрезать противника от Лондроида. Но тут, опять же, должен хорошо исполнять именно суппорт на этом непростом персонаже. Ты прям читаешь. По-моему, у кого-то есть дополнительные какие-то контакты с GeekFam. Ну да, я им от СМС говорю, пикайте инвокера или уволены. Ну и, в общем-то, последний герой для Geek остается на оффлейн. Судя по выбору, это может быть вообще хоть кто. Я бы посоветовал, возможно, Клакверк. Хотел сказать, Сенкинк либо Акс, но вот Акса забанили MVP и Хоцикс, а СК забанили сами еще Geek в самом начале. Ну, Клакверк-то в целом неплохо смотрится. Плюс мне нравится, что тут, опять же, есть чем и Вич-Доктору сбивать, если что. Ультимейты есть чем подцепить, если будут пытаться убегать на ульте Кентавра. Также остановить можно противника. И более чем на равных. Надо же напомнить, что коэффициенты абсолютно не так складывались на стадии, скажем так, когда голосовали вы рублем или, возможно, другой валютой тот или иной коллектив. Потому что на GeekPam там 1.20, по-моему, а на Хоциксов 4.41 или 4.9, что-то подобное. В общем, кто-то сегодня может обогатиться. Главное, чтобы это были не MVP, Хоцикс. Потому что бывают и такие ситуации. Так, ну что, последний бан, по последнему пику у нас остается. Ну и... Да нет, MVP там невыгодно. Вот если они сейчас выигрывают, потом начинают делать на них, и тогда они уже могут слиться. А вот GeekPam, да. Но я сомневаюсь, сомневаюсь. С учетом того, что коллективы, очень многие коллективы на данном турнире, они собрали специально в конце 2016 года, в начале 2017, для того, чтобы попытаться пройти на киевский мажор. И им сейчас нужно, во-первых, создавать о себе хорошую молву, а во-вторых, ну, пытаться тренироваться, действительно, хоть какие-то там титулы получить, хоть что-то для того, чтобы укрепить, в первую очередь, собственную веру в себя. И я думаю, что тут все будут играть честно, все будут играть именно на результат, потому что времени остается уже очень-очень мало, совсем скоро начнутся квалификации, но это самый мажор. Да, все-таки, даже несмотря на то, что вроде бы может быть не самый значимый турнир для того, чтобы давать, собственно, прямые инвайты, но все равно ты побеждаешь тут, побеждаешь там, Valve все это видит и уже задумывается о том, чтобы получить прямые слоты. Тем более нужно понимать, что азиатский регион, он по, скажем, традиции нестабилен. Постоянно там какие-то идут смены тиммейтов, команды распадаются, и вот ты так думаешь, ну, да найдем, кого пригласить, а потом смотришь, кто эти люди и где мой конь, что делать с этими командами, кого звать на турнир. Ну, бывает, да, такое, но вроде как сейчас там в Азии немного другая система будет, чуть ли не всех позовут. В общем, там Valve как-то поменяется. Ну, они в открытые квалификации там пойдут полностью. Darkseer появился в пике, ну, хоть где-то не Ванга, я уж мне поспокойнее себя чувствовать стал. Так, ну что, стяжка, стенка, туда раскаст инвокера, плюс камень и спирта. В принципе, комбинация очень даже проста. Единственная проблема в том, что такой прям кэрри единственный — это лондруид. То есть как бы будет ли его хватать? Ну, вот в лейте делать ставку на лондруида, нежели чем на сларка, это маловероятно. Мне кажется, что фэм должны здесь выигрывать, ну, минут за 30-35, с учетом того, что у них и к пушу есть небольшой потенциал за счет инвокера, и пассивки венгида, и лондруид также неплохо сносит товара. И вот если они смогут вовремя собраться, выиграть какую-нибудь ключевую драку за счет своей комбинации, тогда действительно у них есть шансы быстро завоевывать карту, сжимать противника на хг. Но если они отпустят сларка, это будет началом конца. Ну, сларк — такой герой, его, в принципе, очень легко загновить, тем более, если он будет стоять против ДСа, туда будет смещаться Эспирит постоянно, еще и инвокер с сэнстрайками будет помогать. Здесь мы будем видеть, что сларк должен страдать. Ну и последний герой в мид. Кто у нас? Фантом Ассасин. Вот это да. На самом деле неожиданное решение. Давно я не видел Фантом Ассасин в миде. Насколько это популярный персонаж и насколько он здесь хорошо себя будет чувствовать, мы узнаем буквально, ну, минут через 20, я думаю, примерно так. И тут бац, 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 и даггеры полетели в инвокера. Я думаю, что все-таки тут, если они будут стоять один на один, все будет более или менее на равных. Но если подойдут суппорты, потяжелее придется по... Все-таки Эрспирит и Винга, они могут очень неплохие проблемы для тебя создать. С другой стороны, конечно, есть пудж, но хороший обсервер решит все проблемы, которые могут коснуться вообще у нас инвокера в этой игре. Ход с Икс проблема с заходом на хг будет, даже если они начало игры-то выиграют. Кто здесь будет пушить? У них 4 милишника и Вичи Доктор, который такой себе пушер, соответственно, без какой-то там драки на хг не зайти. Но у них есть пудж, который может эту драку как раз-таки начать на лоу-граунде, просто кого-то выудив с вражеской базы. Ну это да, но с другой стороны, надо же еще и попасть. Не, ну слушайте, если вы попасть хухом не можете, зачем вы берете пуджа? Тут такие вопросы начинаются. Ну что же, друзья, тем временем, давайте мы все-таки представим вам коллективы. Команда MVP HotSix. У нас непосредственно Рейзен будет исполнять на пудже. Доктор садится на ПА. Грейс исполняет на Вич Докторе. Шума садится на Сларка. И Лайт играет на Кентавре. Ну и их оппоненты GeekFM. Это, собственно, Кримсон на Винге. Сайл у них садится на Лондруида. Дос Сама садится на ДС. Роджи у нас будет на Эспирите. И Тихий, напомню, что это игрок команды TNC в прошлом. Нынешний GeekFM будет играть в миди на Инвокере. Вот такие вот линии у нас. Ну и тут, коль уж мы немножко про коллективы сказали, что стоит отметить, что MVP сейчас вообще осталось только два состава из четырех, которых у них были совсем недавно. Они там все уже успели пересвапаться игроками, отдать тем другим правым и левым. Но решили, что держать там некоторые коллективы уже нецелесообразно, потому что результаты не появляются, сколько бы, скажем так, времени не давали. Ну и причем второй состав — это киргизы, которые недавно подписали их. Но Лайферс они раньше были, и сейчас вот MVP как-то, Revolution, что ли, как-то так они называются. Ну и я вот надеюсь, что такие технические проблемы, которые у нас сейчас возникли, это у нас такой первый день плей-оффа, когда все еще не готовы. Напомним, что с завтрашнего дня у нас стабильные два Best of Three каждый игровой день, и турнир у нас продлится там до, по-моему, 9 марта как-то так. Ну да, в принципе, возможно, даже и раньше закончится, потому что, ну, загадывать пока трудно, но вроде примерно да, так, плюс-минус. 14 встреч нас ожидает в целом с нижней сеткой, если мы учитываем, и много-много-много азиатской доты. 14 Best of Three встреч даже в нижней сетке, БУ-3 и финальный Best of Five. Но это вот как раз-таки шанс для таких коллективов, как МПХ, которые не показывают сейчас достойного... Что-то ты их рано слил уже. Да я никого не сливаю, ну серьезно, если вы проходите в плей-офф часть турнира не потому, что вы хорошо играли, а потому, что хоть кто-то играл хуже вас, это немножко не тот параметр, за который стоит рекомендовать. Ну да, и сейчас они только... Не повезло по сетке. Ты понимаешь, сейчас они будут играть и с той же группой тоже, рано или поздно. Рано или поздно, да, но сейчас-то они из GeekFam, это топ-1 группы B. Сейчас они выигрывают их сразу, и такие, черт, вера в них вернулась, там у кого-то сгорела половина состояния, которая была накоплена за всю жизнь, кто-то его забрал, и все расцветает в новых красках. Ну и все-таки... Какой твой Рошан, ты посмотри. Он уже просто в ожидании. Я все-таки думаю, что здесь первую очередную какую-то агрессию должны будут начинать ребята из команды GeekFam. Неважно, что у MPH6 есть Путш, у команды противника есть Винга и Эрспирит вместе, они просто приходят на любую линию, неважно, они поймают Сларка, они под Дарксиром смогут его убить. Вот, в любом случае, они смогут выходить и хорошо убивать вражеского кора, это самое главное. МК, черт возьми, когда же тебя добавят в CM? Когда же тебя выкинут из доты, и они добавят в CM. Забанить этого персонажа надо. Ты просто не смотрел Эллиминейшн мод, где на нем играли греки. Греки, это я видел, да. Вот ради этого можно и добавить, а потом, знаешь, добавить, поиграют недельку и убрать навсегда, хорошо, на это можно сойтись. На профессиональном сцене пускай, хоть добавляются, а папчик не стоит. Слишком сильный персонаж, без итемов развалит всю команду. Ну, а что ты думаешь, что на профессиональном сцене что-то изменится? У нас тем временем тут медведь на разведочку забежал на вражеский шрайн, но, конечно, его здесь промить пока не получится. А вот след за ним идет, кстати, и Винга с ландруидом. Главное им здесь не подстрять, потому что заходят сюда еще и пуш и просто разминают противника. Ну, через медведя сыграли, все, получили инфу, которая им была необходима, и медведь-то проседает, но хп немного. Ну да, все-таки лучше даже иногда убить обычного медведя, получить три сотни опыта, три сотни завода, нежели чем сделать ФБ. Он подороже будет. Ну и в миде у нас доктор на фантомочке против медового инвокера. Да, очередные паузы полетели от всяких там ландруидов. Но вот по поводу паузы хотелось бы так сказать немножечко, даже, наверное, за анонсов. Я не знаю, насколько это будет справедливо, но те, кто смотрел Illumination Mod, те, кто радовались вот этому нестандартному режиму, скорее всего, уже в курсе, что мундаки придумали еще один турнир. Это Midas Mod, который совсем скоро состоится. Он будет у нас весной после киевского мейджора. И там за все подобные паузы придется платить валютой, придуманной мундаками, которая будет выдаваться на весь турнир. И вы даже, если у вас какие-то паузы, вы за них должны заплатить. Из призового фонда? Нет, нет, нет. Там будут выдавать какие-то мундбаксы или как-то так они будут называться на весь турнир. И каждая пауза, каждый пик, каждый банк будут стоить определенной валюты. Так, и внизу у нас очень сильно страдает, казалось бы, в начале шума, но там Роджи касочки отхватил и просил на полхп. Ну вот, собственно, и картина, что два персонажа под щитками, они Скларку жить спокойно не дадут. Но это поначалу. Посмотрим, как здесь отыграет непосредственно Вич Доктор, и будет ли перетягиваться ему на помощь Пудж. Пока же находится он на топе и пытается играть вместе с Кентавром. Но Кентавру здесь угрозы как таковой представить. Ну, может, только если Винга выйдет по таймингам. Поставьте Апсервис, все будет хорошо. Пудж это понимает и уходит гонять в саму Вингу, мешать делать какие-то отводы, мешать делать стаки. У него это не получается, не ловит тайминги. Ну и в Миде у нас картина по крипам кимблокерам имеет в разы больше пока что. Все-таки ему намного легче стоится, нежели чем Фантомочки. Ну и снизу мы видим, что ДСа не могут никак выгнать. Он спокойно развешивает свои щитки, получает опыт. Да, возможно, если бы он стоял один, может быть бы его Лич-Доктор бы и выгонял с линии. Но они стоят вдвоем, и, соответственно, уже не все так легко. Тут нужно понимать, что Дарксир это персонаж, который в любом случае, в любой ситуации получит свой фарм. Если его даже прогонят с линии, как-то получится это сделать. Он уйдет в лес, и там спокойно заберет весь необходимый фарм. А тут неплохой камень-то залетел у нас от Распирита. Ну и ФБшечку забирают себе ход сиксы, и сейчас пытается дожечь. Сларк у него это не получилось. Отлично выхилил своего тиммейта у нас Грейса. И приходится уходить без фрага тут у нас с гиппамом там. Ну, слишком нагло отыграл Испирит, видимо, не рассчитал немножко количество дэмэджа. Был бы щит в два, то есть вот сейчас, если бы они напалили, тогда да, тогда бы хватило дэмэджа. Но вот нападать на втором уровне ДСа, это все-таки было достаточно опрометчивое решение. Не стоит сбрасывать со щитом, что у Вич-Доктора там в Мудроу Ресталейшн уже был подключен, и он неплохо выхилил как раз-таки своего пора. Здесь жилон успевает кричаться, подходит Винга, вроде бы я все время была здесь, не беспокойся. Ну и Кентавр продолжает пробивать Медведя. Но его уже совсем скоро, если что, перезавут и проблем не будет. Да, тем временем у нас отомстили, убили ВД, счет становится 1-1. Но при этом его поймали еще и в лесах, то есть он не отходил, по всей видимости, за рунами туда, он не уходил на мид и не получилось перетяжкам. С иллюзиями его зажали, и вот сейчас нужно Сарку себя вести поаккуратней. Кстати, вот вроде бы тут набили Сарка, а в Медведяшн так, он... Ну, не дотянулся, просто до пуджа он денается, просто понимал, что отсюда уйти не получится. А вот Кентавр пытается еще и Кримсона-то убить, есть фласка, но на нее сбивает моментально. Но здесь решили разойтись без каких-то последующих фрагов. В целом, пуш никого преимущества противнику не отдал. Единственное, что сам он там не получит какое-то время лишнего опыта, лишней монетки. Да, я думаю, это ему даже плюс, потому что если бы он там как-то от нейтралов погибал, он бы появлялся 26 секунд, а поскольку он заденавился, он уже готов лететь на топ, полная мана, полная хп и опять мешать Медведю. Сейчас уже так говоришь про эти 26 секунд и мереть от нейтральных крипов. Где те славные времена, когда просто 10 врагов от нейтральных крипов за первые несколько минут? Без маны остался, все, пошел крипам. Ну что же, у инвокера действительно все неплохо в мид-линии, но ПА не сильно проседает. Там 5 крипов разницы. Это не так страшно, как могло бы быть. Другое дело, что инвокер еще и динами занимается получше. И тут проседает уже по опыту ПА. В миде паджик выходит вместе с докером. Да, в токоманах есть по цепям в миде и выживает. Инвокер, а выживает ли паджик. Это неизвестно. Паджик погибает. Кстати, сейчас может еще и фантом пострелять. Если на разворот мы что-то сделали. Ну, там, понимаешь, инвокер бросал очень соевовый санстрайк. Вот именно надеясь, что ПА-6 останутся драться. Они же не остались, они отошли. И свой спелл потратил он никуда по итогу. Просто отзовнив противника. Доктор возвращается. И будет дайверами также надо издать. И вот в чем дело. На боте у нас разворачивается ситуация по-прежнему крайне спокойная. У Сларка пока жизнь идет не лучшим образом. Он самому нужен за шестой для того, чтобы как-то и выйдет этот дэмэдж от щитков. Дарксиро его пытаются сжать вдвоем и просто в лесу запирают. До паунса здесь 15 секунд. Приходится проедать себе деревья. И сюда летит пушь. Сюда летит пушь. Нужно убегать отсюда к фамам. И пушь сейчас. Нужно кого-то поймать. Но он не дотянется. Потому что без сапога, пусть у него есть вин лейнс, он не успеет дотянуться. Но один на Сюрджей, другой на Бордере улетает. И все. Как бы было нападение. Его нет. Санстрайк. Вот так. Киндаур, кстати, подцепили. Есть у нас еще и Санстрайк от Мбокера. Попытка телепорт прожать. Но Лай здесь переоценил свои возможности. Либо просто не ждал, что будет еще и Санстрайк. Но это, на мой взгляд, единственный шанс подстись. Все-таки там медведь-то очень быстро бегает. И хп у него не так было много. А так, да, я думаю, он не ожидал, что Санстрайк полетит. Да зачастую игроки забывают, что есть такой персонаж, как Инвокер. Ты вроде бы стоишь 2 на 1, там 2 на 2. А тебе сверху Санстрайк вылетает чисто к дамже. Ну, это знаешь, это как игра против Спритбрейкера. Вы должны жить с ощущением, что на вас всегда он бежит, всегда он разогнался. То же самое с Инвокером, что на вас всегда летит Санстрайк от Инвокера. На это должно быть в голове без каких-либо исключений. Ты видишь Спритбрейкера? Нет. А он здесь и так. Он где-то есть, он уже о тебе думает. Руны невидимости, кстати, достается Инвокеру сейчас в медлинии. И может он неплохо просадить по, но... Под своей Ставрам находится. Без помощи вряд ли он сможет что-то там сделать. А вот на топе, кстати, Кентавра опять же попытались поймать, но не получилось это сделать. То есть, пилуйте он под Т1 вышку. Ну и 3-1, седьмая минута. Вот прямо мы видим, что медведь на первом месте, далее идет Пантомка, далее идет Инвокер и Скларк с ДС. Так же, в принципе, не так сильно и отстают. Ну, без каких-то особых агрессивных выходов мы наблюдаем early game, потому что буквально там пара попыток выйти от суппортов и две перетяжки от Пуджа. Да, ну вот сейчас, возможно, будет еще третий выход, но его здесь ждут, понимают все прекрасно, потому что у Киквэм стоит просто абсервер, который этого Пуджа полностью обесценивает. Ну, по крайней мере, на данной позиции нужно что-то придумывать, нужно выходить, возможно, под смоками, чтобы тебя не смогли прочитать. Но все равно Паджик все время передвигается по карте, заставляет опасаться оппонентов, заставляет там так же постоянно перетягивать ту же венгу. Все не так уж просто. Да, он стоит, пугает, вроде бы никак не помогает все равно. Вот сейчас, смотри, уже вкатывается, у нас уже спирит, и он промахнулся. Ну, промахивается так же и Пудж, и его просто прибили камнем сверху. Фраг вновь отдают, и отдают на этот раз уже Кримсону. Неприятно. Четвертый фраг для Дайеры, и здесь же. А вот, кстати, в отведочку подцепили, вроде бы Дарксиран, но там есть Сурдж, хотя хорошие каски-то летят, и успеет ли уйти, не успевает, но дайте еще одну тычку по нему. Смогли все-таки забрать вражеского оффлейнера. Моментально воспользовались тем, что перетянулись в мид Гикпэм, и пехот Сикс так грязнулись. Да, я хотел бы еще отметить то, сейчас посмотрим повтор, как, собственно, все промахнулись кастами, и Паджик вообще не должен был хукать. Мне кажется, даже если бы он попал, ничего бы не поменялось. Это было бы хуже, если бы он еще потянул инвокера, там можно было бы путаться еще и ПА, убить, потому что он элементарно ближе бы оказался к его позиции. Лайта также на топе прогнали, он стоит просто в лесах, пытается хоть какой-то опыт получать, и ждет, полетят ли тиммейты его сейвить. Выходить ему на линию не стоит, его здесь ждут, здесь Роспирит, здесь Винга, и он должен все прекрасно понимать. Кентавр это понимает, и уходит под Т2 вышку, потому что Т1 будут продавать без боя. На боте, кстати, у нас драка, Дарксира в очередной раз подцепили, и Дарксира убивают. Ай-яй-яй, Пуч из моей команды, просто из моей команды Пуч, здесь он подцепил больше, нежели чем пытался как-то убить. Да, определенный. Тот самый момент, о котором вы говорили еще на стадии драфта, то есть вроде бы у вас все хорошо, вы должны делать стопроцентный фраг, но Пуч подумал иначе, говорит, давай подождем, не сегодня, Пусть живет. Причем, если бы он кукал, то 100% ВДС погибал там. Да, там без шансов было бы, конечно. Мередикт висел. Смотри, Гигфэм-то не останавливается на топе, они идут на Т2, и катились еще и на Кентавра. Стан не успевает выдать под себя, но вот ему залетел два по таймингу, тут даже санстрайк на верочку забросил в Боггер. Там хорный, там стан, венги, но есть... Пуч, пуч, что ты делаешь? Пуч, пуч, ну, сейчас тут вроде бы лонов, но есть крики, тут же у нас полетели кастин-мутинги. Ну, а дальше, что есть, даггер. Вот по АПА пришла в сведении вовремя. Правда, пытаются засейвить всеми силами Соникса, но его просто дожирает лучше. За это придется поплатиться жизнью, хотя он уходит в леса, и здесь же погибает еще и венга. Неплохо. Мимипиты перетянулись на топ-линию и наказали за излишнюю наглость уже Гигфэм. Да, слишком далеко они, конечно, побежали за этим самым Кентавром. Может быть, надо было четочку раньше венге давать стан. Санстрайк залетает, как же четко играет в Боггер. Он моментально просто очень прочитал ситуацию за счет варда, который чуточку слева находится. Он обладал информацией. И вот, да, вот этот самый Вижен. Ну, он все прекрасно видел, куда идет пуш, какое у него состояние здоровья, и решил его немножечко подправить. Но здесь, конечно, очень вовремя пришел мидер команды МИП, и доктор здесь многое зарешал, конечно. И получил за это дивиденды. Неплохо поднялся по золотам. Да, и вот сам страйк, конечно, очень качественный. Уже пуш, как говорится, сейчас я захилю, сейчас пойду в атаку. Но он не тут помнит. Жизнь удалась, мы камбэчим, ребят, все будет хорошо. Пока же нету руну. И заполучилось воровать. Отлично, урод же. Он просто, не знаю, доктор и сейчас наказал во все стороны, и Хуком не попадает пуш. Просто не дотягивается, не хватает вам буквально там одного метра лишнего. Ну и внизу у нас прибегает кризис, начинает пушить. Посмотри, по деньгам-то мы видим ситуацию, что на первом месте Игоди уже отрывается так вот, солидно. Ну и инвокер, он же с Нидлсом, как я понимаю. Если продемонстрируют, покажут, покажут на боте. Полномерно забирают вышки. То, о чем мы говорили, опять же, на стадиидрату. Подцепили вновь пуджану, что ж ему так не везет? Очередной санстрек он полностью себя впитывает, и Сайоникс делает враг. Сларк пытается в ответ подраться. Сюда же приходит Доктор. И моментально перетянулись. Здесь же есть тяжкая аттракцира. Моледикт отличнейший. Вроде бы повесили по всем. Можно драться. Сейчас стан от Кентавра. Сам же он уходит, и никого пока в Санкт-Пуджане потеряли МБП. А вот команду противника можно наказывать Сларк. Сларк, ну как же так? Доктор пытается уходить на блинке. И, ребята, вы все битые. Бегите под вышку. Не пытаются как-то кайтить, разводить противника. Каски неудачны. Десвард просто прогоняет Сайоникса. Пудж, пук, в никуда. Возвращается Сайоникс под Десвард, но ему не хватает демеджа. А там Фантомка-то тоже хочет драться. Да он боится. Здоровья нет. Тут же потеряли они. Кентавр. Кентавр не успевает выдать стан под себя. Тут уже Сларк сейчас вернется. Это драка вновь, которая идет там целую минуту с лишней. Джу не хватает шестого. У него на одиннадцатой минуте все еще нет дезмембера, без которого просто нереально как-то цеплять, убивать. И вот они итоги боя. Два в три, в плюс, конечно же, выходит Geek FM. Ты вот смотри, даже на Fight Recap мы видим, что Spirit заюзал книжку. Видишь, да? Ты видишь подобное у Пуджа? Нет. Наверное, в этом есть небольшая ситуация, что вы покупаете. Действительно, перед смертью Spirit очень много демеджа внес. Он всех на магнитил. Да? И они начинали тикать этот демедж и видят как хп теряются. Но по Netverse видно, что если мы сейчас посмотрим графики, то там, конечно же, будут в Люсе команда Geek FM 4000 уже по деньгам и там около 3000 по XP. Но сейчас Geek FM полномерно играют так, как они и должны играть. Они давят, у них есть лон друид, он постоянно пушит. На топе не получилось забрать Т2. Но Т2 на 13-й минуте, там на 10-й они заходили на эту вышку. Это чересчур много. А он собирает Т1 на боте. И будет это делать и по всем линиям. Они с этих вышек и получают себе дополнительное золото, которое команда MP Hot 6 еще никак заработать не может. Они только там через 5-7 при удачном включении обстоятельств могут пойти в пуш после драки. Вот это вот уточнение после драки для них ко всем вообще игровым ситуациям подходит. Они могут что-то делать только после хорошей драки. Ну да, всегда, когда у тебя пик, который не предназначен на бушить, зачастую ты на 20-й начинаешь проседать. За счет того, что у тебя колорады падают, ты максимум там один забрал тавер, больше не можешь. А вот сейчас посмотрим, как у них будет лить файт-пачек лежит. В принципе, можете пытаться захукать, фук мимо, но ошиблись. Возможно, сейчас на стампите будет положение. Да, стампите, пошла на старый таверка. Касочки, хорошие. Касочки залетают в Твич-доктора, но ушли на крипов. Правда, с варваром тут все специалисты смогли забрать. Многое потратили, но фраг смогли сделать. Доктор идет дальше. И на Роджи полетел. Даггер его засловывали. Смогут ли догнать сейчас? Но Пуч тут никак не поможет. Он не может быстро сократить дистанцию, и не хватает его. А вот винты луки подцепили, подмедли. Сейчас Пуч должен. Сурж спасает арксир своего тиммейта. Есть хук, но вновь он не дотягивается до Дарксира. Нужен какой-то блин, нужен какой-то форстав. Я не знаю, нужна какая-то линза. Хоть что-нибудь с Пуджу. Да, с Линдзой был бы популярным. Но боюсь, что его Нетерс не позволяет сейчас реабвести данные. Не позволяет даже мечтать о подобном Айтнене. Действительно. Но, по-моему, что им торопиться? У них все хорошо. У них Инвокер только сейчас начинает набирать какую-то боевую мощь. Действительно, вот эти Нетворс, они судьба за счет Линдзис. Его пытается подцепить Сларк. Ну, а что дальше? Сюда уже летит сейв ТП, и ты не убьешь. Хи, такое чувство. Я потратил ультимейт. Бежать из этих лесов нужно как можно быстрее. В игру на богатство это все, что ты здесь заработал за это время. Но, вполне возможно, еще и жизнью своей поплатишься. Ну, кажется, что Роджо тут без поддержки должен так же убегать. У него, слава богу, есть хоста. Я не знаю, насколько это резонно бегать на сфарке без итемов. С ПТ и аэроталоном. Тебе надо ходить, например, либо там саблю хоть какую-то. А ты бегаешь без артефактов. Ну, это трата времени. И понимаешь, что на кого не выйдет Сларк, для него персона, которую он не убьет в соло. Ну, сейчас. Ну, стан там какой-то в тебя залетит. Там венга? Она не бедствующая венга. Вот чем дело. Сларком очень легко уворачиваться от стана. Ну, и... От стана венги. Ну, естественно, если ты перед этим там не стоишь ни в упор, и ты не успел там увидеть анимацию этого самого... самой тычки. Ну, вот надежда на Лайта, что сейчас он будет венг и все намного лучше пойдет у команды. Ихот с Икс. Все-таки корейцы пока что долин догоняющихся. В то время, как малозийцы они взяли кураж свой и давят. Там 7600 уже на этот биллокер, мне кажется, он так и закончил. На 6, и сейчас какой-то кбк будет на первом месте подвигам. Ну, тут пока камбэк у никаких посылок нет. Попал. Попал куком. Все, пуша снаю, считай. Крипа дальнего убил. Уже не так сильная линия пушится. Мне кажется, что пуш попал сейчас получается тремя хаками за игру. Один из которых был в крипа и один из своего. Примерно так, статистика. Это вот та статистика, которая нужна миру на самом деле. Вот такие должны быть факты приводиться во время игры. Но лучше вон с его конечно тогда я не попадал. Так, у нас тут Вижен сломался и, соответственно, получается информация о том, что... Есть, есть у нас скук, неплохой откуржай, здесь же пытаются скук, у нас не изменить. Есть Бусбард, опять же, неплохо, и по центре ком-то можно демэдж носить, но выкиливает всех уже. Тауэр просто насален, стяжка, стенка неплохая у нас от ДСа и дальше свапывает Минку, Доктор на жизнь будет убивать, летается Шума на разуроне что-либо сделать, но что ты сделаешь? У тебя очень мало КП с адстракт, залетает, минус фантомочка, 3 в 0 уже идет размен, дальше так же Шуму здесь не отпустит, Свар пытался, пытался жить, но слишком большое скопление оппонентов не позволило им избежать с мир, 4 в 0 и моментально на Рожана, все верно. Все верно, все прозаично и просто с Эйгисом они уверенно пойдут уже сносить вышки, сносить Т1 и теперь уже даже на Т2 их никто не остановит, там отойти Шрайн попить, восстановить себя здоровье и идти спать, спокойной душой уже уничтожать противника МВП, сейчас очень сильно проседают по экономике и им никто камбэк-то сделать не позволит, но Скримсона вроде бы попал Хуком Кудж, пытается догнать Вингу, летят также на Шрайн, хотя траться здесь МВП ход 6 и нужно это учитывать, ГФМ они долго убивали Рожана Винга живет, здесь еще Кудж, Айгис остается с Сайониксу и Кентавр не успевает вовремя залететь, хотя у него уже был блин, ну а теперь просто отступать, Сайоникса поймали, ну сейчас нельзя отдавать Айгис просто так, но кто из тебя его еще выбьет, Доктор не стал прыгать, не дали Вижн ему, ну и сейчас уже насряжка, ну как так просто, не должен будет погибать, пошел Слаб Кентавр, сразу залетает, потому что его сейчас так же здесь убьют, Стан пошел, Кентавр, урушение, да, каски вроде бы неплохие, могут залететь, либо ТС, либо Скайп, либо где они сидят, вылетел просто, потому что Пуа такая, говорит, ребят, отходим, не стало подходить, чтобы там на Вижн прыгнуть, и Кут говорит, нет, я поймаю, Кентавр говорит, я помогу, давай ворвемся, и все, типично, типично бабовская стратегия получилась. Ну и еще там стоит отметить, что Китар, в предыдущем замесе, когда 4 на 0 было, залетел то ли под Сан, то ли под Саленс, и во второй раз, когда он залетал в Рашпит, и не получилось залетить вовремя, ну и Вич Доктор отыгрывается за всех, за Динайл, у Медведи Таура, а это дорогого стоит? Ну, скажем так, лишнюю копеечку противнику не отдал, проблема в том, что этих копеечек уже у Гиквэм слишком много, если мы взглянем в очередной раз на графике, там ситуация с 4000 изменилась в куда более приятную сторону для Дайр, там уже практически десятка на 20 минуте, это прекраснейший бонус, который можно уверенно себя чувствовать, это пару полноценных скоро айтемов. Да, если мы посмотрим на Сларка, то тут вообще ничего нет, даже еще Шадо Блейд не готов, но сейчас адаптацию убить, Вильго, охватит демо, он просто нажимает тэп аут, и Газка тоже живет, отличное решение. Все правильно, все правильно, понимают, что рядом тиммейтов у Сларка нет, но в любом случае по-другому здесь уйти было бы проблематично, если бы только подошли собственные тиммейты на помощь. Ну и вот видишь, если у Гигфэм кто-то кого-то смог убить, все-таки там имеется имблокер, который может помочь, а у Гиги, топ-с-х такого персонажа нет, разве что там мы этим все. Ну и совсем скоро у нас Умокер еще и Тревелай себя обеспечит, будет невероятно мобильным. В целом, тут у ребят из Гигфэм есть невозможность какого-то спид-пуша, если у них даже появится подобное желание стянуть противника там на одну линию, отдать Т2, отдать Т3, я не знаю, если это будет разметом в бараке. Хотя, о каких Т3 можно думать сейчас MVP-хот-сидс? Им хотя бы немножко выиграть время для фарма тому же Сларку, чтобы он хотя бы ШБ получил. Но даже он получит ШБ. Мы видим, что в Гигфэм они не скупятся на Вишн. У них всегда обсерверы, у них всегда стоят по карте. Они готовы к выходу со стороны Сларка. Так, они сейчас могут еще и на ХГ пойти. Они верят, что Кентар, что Скларк у нас находится в миде возле Т1. И почему бы не пойти на Воскутку? Безусловно, нужно идти. У них АЭйдис. Нельзя вот сейчас его оставлять для себя на то, чтобы еще там 4 минуты фармить. Они просто поднимаются райд-кликом сумасшедшие рэнджи. Такой снайпер Сайоникса. Вот пришлось расплотиться инвокером. Кстати, неплохой фраг для Минку Хольстикс. Сейчас и Дарксир стяжечку-то должен оформить весь. Стяжка стенка. Неплохо. Тут же Сларк усыдает, наверное, но образом он пытается выхиливать Десбарт. Опять же, хорошие залетели Гаски. И что делать дальше? Сларк-то погиб. Несмотря на весь подхил Грейса также должны убивать. Там, Пичка летит сумасшедшего расстояния от Сайоникса и еще один фраг достается правда Роджер. Как-как? Слабир собирается здесь. Слабирается у тиммейти, но все равно погиб. Слишком много дэмэджа, который бьет Винвист. Сейчас Доктор также есть в спорте. Пусть не попадает камнем Роджер, но последование ведется там у Медведя Саша Яша и он находится под Рэббитом. Очень-очень быстрый паджик попадает. Но там моментально просто есть крик и приходится отступать. Доктор прыгает под свой собственный шрайн, возможно его и спасет, но сможет ли он этот шрайн нажать? Вот в чем вопрос. Не смог дотянуться, не вышел просто из дизейблов. Погибает здесь также кинтавр, Пуджа свапнули, ну и Рейзен также погибнет. Это просто уничтожение Рэдианта. 8.20, 21 минута и думаю, что... У меня вопрос, у нас стоит на канале 18+. Да, должно стоять. Тогда хорошо, все, потому что сейчас было какое-то изничтожение MVP. Ход с Икс. Вроде бы казалось, что вот чуть-чуть и они убьют медведя, но не тут то было. Тут там зашли за Т2, перетянулись на топ, подравились по другим Т2 Гиквэм, но их все равно не убивают. Не хватает дэмэджа, не хватает контроля, не хватает командного взаимодействия в ВП абсолютно. Ничего они сделать-то и не могут. Ну и Гиквэм, наверное, не стоит затягивать такую ситуацию, не давать там лишнего времени на фарм. Да, безусловно, Сларк очень и очень слаб, но если вы дадите там лишние 10 минут, уже будет проблематичнее с ним воевать. Ну, мы видели, как он пытался воевать, все там щитки, и если перед ним он не кричает, поджиг кухмин. По классике. Отрабатывает сто процентов. Продолжает запушивать линию Гиквэм и здесь же уже заходит в Аф-Планг. Винга неплохо на Сурджета, может кого-либо подцепить, но просто далее и пока что. А там Винга, вижу, поставила и Сентрик. Ведь его доставал, да, там, сломались сразу ментально, опс. Ну что, последний внешний Тауар остается на топе и Гиквэм туда сейчас и пойду. Голая база остается у ВП, собственно, только Т3. А вот вопрос, что делать сейчас с запущенными ребятами из команды Гиквэм как камбэчик? Потому что у Дарксир сейчас появятся уже Гвардингрибцы. И там только Мекки-то хватал сидеть на базе и ждать Хука отлично, моментально убивать через Томпиду потом отступать. Ну смотри, что делает Сларк. Они идут в атаку, они пытаются хоть кого-то подцепить, они убьют и беден. Они убиваются, а у них все подцепить не получилось. И здесь же Эрспирит, какой великолепный камень под стенку Дарксира. Рейзен также, конечно же, погибнет. Они опять же все намагничены, пытаются уйти отсюда Лайт, у него это получится, но тиммейтов приходится продавать и остаются без коров 50 секунд без Сларка. Это минус Т2, это минус Т3, эта драка уже за бараки будет. Да, и Сларка 40 секунд не будет, Прилетает Инвокерти, и сейчас мы едем Прилетает Инвокерти, и что их осталось, чтобы зайти на ХГ? Кентавр, Желание пофармить их может только остановить вот данный момент. Потому что Кентавр со всеми своими там врывами на брюкке он чаще подставляет. Полетел Форж, конечно же, есть картина на друиде и ждут элементарно пока пройдет клиф. Ну и смотрим, как рассыпается вышка просто моментально. Пытаются подойти сюда вроде бы МПфотсикс хоть что-то сделать, поддерутся, они естественно за бараки, есть пух, попадает по тележке, неплохо, ну и сейчас начинает проседать у нас уже милишный барак, там касочки летают по Форжам, ну и просто не стали драться, отдали линию. Паджи пукает, кстати, в Вингу там попал, но продолжения более саевого победить. Либо же есть сейчас ВИП и в Воджиках нет повоевать. Ходсикс хотят повоевать на Форжаме, хотя смотри, есть еще и ведра от Блокера и просто остановили возможно агрессию со стороны Рейдиантов. Продадут Медведей, ничего страшного, Распирит говорит своих не продаем, врывается и здесь же Слард начинает убивать с него статы. По-моему, Гекфэм сами не решили, будем ли мы драться здесь или не будем драться. Ну да, не хотел Эспирит как-то отдавать Медведя. Он разослился, убили их и пошел драться. Вот, не получилось. С Шайниной придется расстаться, ну и так же, собственно, как и с следующими линиями, потому что что делать сейчас с запущенными муфами, я вот не представляю. Там никакого же Кук не спасет. Ты посмотри на этого Медведя. Драгонленд, Саша Яша сейчас будет готова скрадить, да скрадить остается совсем совсем чуть-чуть. Как ты от него уйдешь. Да, конечно, Саша Яша, я помню, все время очень часто собирался на Драгон Медведя, но молния обычно как-то собирается. Нужно помнить, что сейчас все предметы Саши у нас апнуты патчем 7.02, где шанс сломать ногу, нанести увечье увеличился и благодаря этому чуть пополезнее стал данный артефакт, наверное. Ну, ждем возвращения Саши Яши все-таки. После появления сабли Драгонлендс за Саши Яши как-то ушла на 10-й план. Там особенный акцент делали же еще на то, что Алибарду никто никогда не собирает, а вот сейчас, когда шанс там 35%, мне кажется, надо внести 90% шанс. Чтобы 100% шанс, чтобы они стали собирать саму Алибарду. Ну, собственно, сейчас играли, и с Игидой будем, у нас открыть сами две-ти большие шокеры и с двумя жителями зайдут на игре и победят. Двести тот, который он открыт. Его очень достанет. Смотри, просто там. Да, сумасшедшие слоты просто. Действительно. Шутганку писедли, наслаждайся просто бегом. Акиборд только суммодом. Каспей на марафа. Безусловно. Ну и вот мы видим, собственно, по талантам можем пробежаться, но тут все более чем, опять же, прозаично. Я удивлен, что взял опыт на антиклювку. Ведь они все-таки никак могут пушить спокойно, а с двумя фраджами это намного-намного легче делать. Но при этом у него на 20-й минуте, на 27-й минуте, прошу прощения, у него 20-й практически левел уже есть. И он очень сильно бустится к следующим талантам сам. Вот в чем у него плюс большой. Плюс с Мидосом не забываем. Возможно, на это сделано ставка. Тем более, как говорится, победителя не судят. Может быть, играй против другого коллектива, против другого пика противника, он бы выбрал фаражей. Здесь падает очередной Т3, да, придется продавать бедного медведя, который за всех страдает. Касочки полетели вроде неплохие, но их растянули. Мы с Аликсов вышли, но что делать? Там Аегис по-прежнему. Что вы будете с ним делать? Да, тиммейт со спины, кто-то даже еще и в смаках пытается. Стан, кентавра, ворвался, наказать, полетели ветра. Есть у него П, ну и дальше врывается Сларк, врывается Сларк, ему говорят, дружку, куда же ты полетел? Стяжка, стенка, минус Сларк, минус Путч, есть байбэк, но стоит ли его делать? Вопрос. Потому что не собирается байбэк отзывать. Сейчас у них напишут гейм, 1-0, 27 минут молодой с ним чтобы доказать, что он не на первой карте сильнее. Я бы сказал, что... На голову лучше. Они сейчас чувствуют игру и действительно ребята после групповой стадии не расслабились. То есть, напоминаем, КФМ уже себе выиграли там полторы тысячи долларов за то, что стали финалистами своей группы. Но ребята стремятся, естественно, к большему и начинают свое шествие по плей-оффу очень уверенной игрой. 25 тысяч призовой фонд, если я не ошибаюсь. Первое место 15 тысяч долларов. Это очень солидная сумма и для ГИК ФМ небольшой такой подспорный будет. Безусловно, с учетом того, что они собрались как раз-таки в декабре 2016 года, если мне не изменяет память. Ну что же, так или иначе, мы, естественно, пожелаем Худсиксам собраться и показать нам хотя бы противостояние достойное. Одну карту выиграть как минимум нужно. Полноценная Бестов 3 же мы с вами